Всем привет! Сегодня распакуем, посмотрим и затестим инвертор с Алиэкспресс. Это один из самых маленьких, самых дешевых, способных честно выдавать больше 100 Вт инверторов. Хотя на корпусе красуется этикетка в 150 Вт, но на этой мощности я бы его не использовал. Долго в таком режиме я думаю он не протянет. А вот зарядить ноутбук или аккумулятор от квадрокоптера я думаю он с легкостью сможет. Инвертор имеет на борту один разъем для подключения 220 и один USB порт. Со всех сторон имеются отверстия для вентиляции, а сверху мощный кулер для активного охлаждения. Ну что ж, теперь от слов к делу, давайте испытаем его. А подключать я его буду к своему самодельному лабораторному блоку питания. При подключении питания у инвертора сразу же сработал вентилятор. На холостном ходу он потребляет 400 мА. По мере нагрева инвертора обороты вентилятора увеличиваются, а его шум становится довольно назойливым. А сейчас подключим к инвертору китайский ватметр и посмотрим сколько это устройство может выдать. Для начала элементарная светодиодная лампочка. Этот тест он ожидаемо проходит с легкостью. Далее я подключил к нему паяльную станцию и включил паяльник. Паяльник разогрелся и вышел на рабочую температуру. Трансформаторы при работе от этого инвертора немного жужжат, потому что сигнал у него так называемый модифицированный синус. Затем я решил подключить к нему 40 дюймовый LED телевизор. Телевизор запустился без проблем, а в пике значение мощности превышали заявленные 150 ватт. Телевизор разбит, поэтому не обращайте внимания на картинку. Современные телевизоры не потребляют много электроэнергии. Когда телевизор вышел на рабочий режим, значение мощности не превышали 50 ватт. Устройства, работающие от импульсного источника питания, не боятся модифицированного синусоида, а боятся его электродвигатели. Они или выйдут из строя, или будут сильно греться. Что ж, давайте проверим. И подключим к нему гравер из Леруа Мерлен. К моему большому удивлению, все отлично заработало. Ну что ж, давайте еще усложним задачу и подключим к нему компьютер. Компьютер тоже запустился и даже загрузилась операционная система. Ну и напоследок клеевой пистолет. Пистолет тоже заработал, правда нагревался немного дольше, но вышел на рабочую температуру и им стало возможно клеить. Но не обошлось и без ложки дегтя. USB порт в моем инверторе не работал. Я его даже разобрал в надежде, что просто отбоялся проводок, но померив разъем на плате, питания там не было. Ну а вы можете наблюдать, как инвертор выглядит изнутри. На мой взгляд, выполнено все на твердую троечку. Ну а что я хотел? 9 долларов. Присутствие в гайке, похожей на советский компьютер и следы неотмытого канифоля. Кулер надежно запаян пластмассой. Поэтому его характеристики мне узнать не удалось. По поводу не работающего USB порта. Я снял доказательства, открыл спор на Алиэкспресс и мне сразу же вернули деньги. Ну что ж, в следующий раз перед заправкой будут проверять. Подытожим. Даже с учетом маленькой неприятности, которая случилась с этим инвертором, я могу смело рекомендовать его к покупке. Это неплохое компактное устройство, которое с легкостью можно брать с собой в путешествия или просто хранить в автомобиле на всякий случай. Вдруг понадобится что-нибудь зарядить или просто розетка около автомобиля. Ссылочку на него я оставлю в описании. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok